всем привет ребят с вами андрей так в этом виде поговорим про принимая для amazon онлайн-инвойсы соответственно чеки от ритейлеров при модели онлайн-арбитраж так сказать давайте положим конец данному мифу хочу ответить раз и навсегда что происходит вообще ну с инвойсами по она арбитражу amazon их принимает но не всегда и сейчас я объясню как это собственно работает как я уже говорил с видео по преп-центру что вам нужно чтобы кто-то собирал ваши инвойсы ваши чеки потому что amazon возможно пришлет вам этот злой запрос на юнотентик и потом вы просто кидаете пиуэй планов action а также прикрепляете инвойсы от закупок от ритейл магазинов как правило они проходят у нас не было ни одного бана за на арбитраж за все время на моем опыте также не было очень много инотентиков только за последние два с половиной два месяца два с половиной может быть с января за три месяца наверно еще записывал же май 1 мая время идет очень быстро прилетело 5 инотентиков 2 мы открыли 3 часа рассмотрения вам открыли до мультики быстро у одного часа который на осмотрение мы не можем открыть быстро потому что инвойс нету на один товар потому что корона закрыт поставщик ну ритейлер и мы не можем инвойс у них взять то есть не все инвойсы отсылают товар они отсылают и все это поставщики отсылают товары с инвойсами чтобы понимали это проблема иногда amazon нужны инвойсы именно за ордера за номер которые ну за и со и на которые они просят предоставить что это за товар и так далее то есть они amazon принимает инвойсы с ритейлеров но вы должны их предоставить как можно скорее вы должны их разумеется предоставить правильно иначе просто никак иногда можно с первого раза не не отвечает позитивно но это все уже зависит от опять же это все зависит от самого поставщика от поставщика также от от кого соответственно вы перепродаетесь того морские чеки либо дачи китом слайк сайт и так далее зависит от кого от того какие соены они запросили то есть это наш в таком опыте я заметил также конечно же очень много зависит от того кто вам отвечает кто рассматривает ваш кейс это очень важно кто рассматривает ваш кейс на амазоне на кого наткнетесь некоторые открывают вам за день некоторые вообще не понимают что происходит читают и говорят что там слайдом какую-то другую причину которая никак не связана с вашей проблемой чтобы понимали поэтому как-то так тут еще на кого вы наткнетесь в целом рано или поздно вы аккаунт свой должны разблокировать вот еще на такой вопрос сейчас дают андрей все ли поставщики предоставляют чеки но еще раз говорю иногда они приходят в коробках вместе с вашими товарами на право центр иногда их нужно запрашивать отдельно онлайн и они обязаны их отослать и предоставить также обязательно чтобы имя на инвойсах на чеках на этих на этой на квитанции этой совпадала с именем на вашем amazon аккаунте это очень-очень важно когда на процент заказ на если вы используете мой процент который я рекомендую и который я использую лично сам то они именно это делают они все максимально правильно заказывать чтобы у вас там не было проблем в плане оформления в плане всей этой бюрократии чтобы понимали поэтому до чеки по на арбитражу не проходит но это не этот чтобы понимали она арбитраж очень отличается от дропшиппинга дропшиппинг они не принимают почти ну вот иногда может на проскользнуть по 5 часа на оценки на новых аккаунтах это все это смерть вы не сможете пройти дальше то вы не сможете дальше работать в президентом инотентик с дропшиппинга на новый аккаунт потому что у вас товара банально нету в распоряжении а при фбе вы его закупаете заранее в этом и вся существенная разница чтобы понимали ну в общем надеюсь все надеюсь я смог ответить на ваш вопрос мне постоянно задают особенно когда покупают перед тем купить мои она арбитраж сделки которые кстати внизу в описании под эти видео есть ссылочка на них мои она арбитраж сделка которым мы собственно представляем товары мы предсстаточно товар у готовые для того чтобы покупать-то что делать у них деньги это мой новый сервис кстати места постоянно ограничены поэтому поспешите ссылка в описании под этим видео в общем все не забывайте также посмотреть комик закрепленный комментарий под видео на базовый Amazon FBA курс. Также все ссылки на соцсети и так далее. Наш телеграм-чат. Обязательно вступаем внизу. Ссылка также будет в описании. Не забывайте. В общем, все. Всем спасибо, ребят. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментарии ниже. Я на них отвечу лично вам сам. Вернусь и отвечу. Главное, чтобы это было все по теме. Все как обычно. Всем спасибо, ребят.